У исторических креницах Камарин узгадывается еще в 14-м ста годе, как в Вёско-Урельском повете. В середине 17-го ста годе тут проходили шматрекие битвы украинских казаков с польскими войсками, а ле у сучастной истории Камарин вядомы инши падеи. 23-го вершня 43-го года гэта городский поселок стал первшим районным центром Беларуси, вызволенным от закопников. Правда, непосредственно переправа подразделению Центрального фронту отбылась у районе Вёско-Верхняя Жары, гэта коля 10 километров на полдень от Камарина. Место выбрали не вопадково, гэта территория находился под контролем партизан. Помогли Междуречи переправиться нашим войскам, а вот обеспечивали переправу. Ну а потом уже 15-й стрелковый корпус развернулся в Междуречи. Припяти и Днепра освободил первых 6 деревень, а 23-го сентября уже первый райцент Беларуси, городской поселок Камарин. Об боях, яке разгорнулись на Камаринском направку, можно мерковать по братской могиле, якая знаходится у центра городского поселка. Тут похованы 798 червонаармейцев, у тым леку 6 героев Советского Союза. До 75-й годовины вызволения Камарина тут проведут реконструкцию. Отповедный проект зараз распрацовывается. Ясчэдин проект – это чисто стелы, якая усталевана у гонор-возволителев 15-го стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронта. Минавида коля гэтага помненька, у Камарине проводится все урочистые мероприемства. До 75-й годовины вызволения Камарина стелы набыли новый выгляд. По-перше, она станет коляровой, то есть солдатской каски, пофарбуете зеленый колер. Заявится еще одна лестница, тогда подоходить до стелы станет больше зручно, особливо подчас массовых мероприемств. И еще проектировщики пропонуют установить вот тут специальную систему подсвечивания. Хоть только военными помненьками доброе упорядкование Камарина не обмяжуется, у Червене будовники повинны завершить капитальный ремонт городского дома культуры. На гэтая мета выдасткована амаль 500 тысяч рублев, причем работы будут проведены и внутри будинка. Еще один объект социальной сферы, где зараз идет ремонт больница. Хоть не все работы проводятся за бюджетные сродки. Процесс наведения парадку на улицах горпоселка, клопот местовых предприемцев и Жахаровка-Марина. Сегодня гэта амаль 2,5 тысячи человек. Наш поселок всегда должен выглядеть очень красиво и хорошо. Мы уже к этому привыкли, и все люди выходят. И организации закреплены за каждыми улицами, население выходит, чтобы говорить, чтобы он выглядел достойно.